Эдис Медко Группу возглавлял доктор медицинских наук, профессор, врач-онколог, создатель метода фотодинамической терапии Владимир Петрович Лаптев. Именно при участии специалистов центра Эдис Медко был разработан уникальный инновационный препарат радохлорин. Радохлорин – это фотосенсибилизатор, который успешно применяется при флюоресцентной диагностике и фотодинамической терапии злокачественных опухолей в комплексной терапии онкологических заболеваний. Флюоресцентная диагностика позволяет проводить мониторинг эффективности лечения по накоплению препарата в опухолевых клетках. В нашем центре приоритетными методами скрининга являются ультразвуковая диагностика, а также лабораторные методы исследований – исследование крови, цитология, гистология, которые выполняются как в рамках комплексного обследования, так и с целью оперативного контроля за ходом терапии. Особого внимания заслуживает светодиодное и лазерное оборудование центра. Оно позволяет проводить эффективное нетравматическое лечение на любой стадии болезни и предотвратить дальнейшее развитие опухолевого процесса. Важным этапом комплексной терапии при любой онкологической патологии является таргетное биотерапевтическое лечение. Эффективный биотерапевтический комплекс позволяет добиться хороших результатов даже у пациентов на поздней стадии заболевания. Он включает в себя фотодинамическую терапию, амелотерапию, энзимотерапию и озонотерапию. Эти методы успешно применяются при лечении онкологической патологии любого профиля. В последние десятилетия, даже может быть чуть больше, в онкологии развивается направление, которое называется таргетная терапия, то есть целевая направленная, которая действует непосредственно на опухолевые клетки и не затрагивает какие-то нормальные клетки в организме. Что касается фотодинамической терапии, то в начале 2000-х годов мы разработали на базе хлорин-хлорофиловых соединений препараты, которые обладают фотоактивностью. Эти препараты почему можно относить к таргетной терапии? Они включаются в клетки как строительный материал только в тот период, когда клетка находится в фазе деления, обычно в S-фазе. Дальше мы активируем лазерным излучением, и эти препараты приводят к фотохимическому окислению вот таких делящихся клеток. Помимо фотодинамической терапии в комплексе биотерапии мы используем четвертое направление лечения опухолевых заболеваний, которое разработано в Германии. Это амелотерапия, препараты на основе амелы белой, сюда относится геликсор. Вот в таком комплексе мы воздействуем и прямо на опухолевые клетки, и в то же время на организм в целом, перестраивая его на более высокий метаболический уровень. Этот комплекс прекрасно сочетается с полихимиотерапией, с лучевой терапией, как предоперационная подготовка, послеоперационное противорецидивное лечение. И вот такой момент, что при онкологических заболеваниях фактор времени играет первостепенную роль. То есть, когда это сочетается, скажем, с полихимиотерапией, где лекарственные препараты являются ядами, причем очень активными, очень токсичными ядами, они действуют по своему механизму. А таргетная биотерапия действует по совершенно иным механизмам. То есть, вот в таком комплексе можно выйти на ремиссию заболевания гораздо быстрее и с меньшими, как говорится, потерями для организма. Дополнительный метод Хотелось бы пару слов сказать о дополнительном методе физиотерапевтическом, который используется в нашем центре. Это метод озонотерапии. Вот аппарат Медозон. Вот кислородный концентратор, который в нужной концентрации нагнетает нужную концентрацию на амазону. Данный метод в нашем медицинском центре используют практически все специалисты. Если взять гинекологию, то используется в качестве озоновых орошений. Если взять, например, урологию, терапию и онкологию, то используются внутривенные вливания, то есть смесь готовится на обычном физиологическом растворе. Либо инсуфляции, озонокислородной смеси. Если берем такую специальность, как мамология, при обширном спектре заболеваний мамологических, используется, значит, введение озона в полость кистозную. Большой плюс озонотерапии заключается в том, что ее можно использовать очень активно с любыми базовыми методами и, в принципе, в любой специальности. Рак молочной железы Рак молочной железы на сегодняшний день является самой распространенной формой рака у женщин. В нашем центре мы проводим лечение предраковых заболеваний молочной железы с использованием щадящих и нетоксичных методов терапии. Одним из распространенных заболеваний молочных желез является мастопатия. При несвоевременном лечении этого заболевания возможно переход в предрак и даже онкологические заболевания. Поэтому нужно своевременно приходить к специалисту, осматривать молочную железу на предмет выделений, УЗИ проводить молочные железы, РТМ-диагностику. Лечение назначается следующее. При начальной мастопатии проводится лечение совместно с гинекологом и назначаются такие фитопрепараты, как мастоденон. А при пролиферативной мастопатии, при рецидивирующих кистах, при выделениях из сосков и внутрепротоковых процессах гиперпластических, при фиброденомах малых размеров назначается фотодинамическая терапия, которая включается в биотерапевтический комплекс, а также препараты с антипролиферативным действием, хеликсор, антигомотоксические препараты с лимфотропным действием. Препараты вводятся в сам очаг поражения, а также вводится озоновая смесь, УДУЗИ, и потому методика является высокоэффективной. К сожалению, онкопатология женской репродуктивной сферы на ранних стадиях протекает практически бессимптомно. И если болезнь дала о себе знать, важно начать лечение как можно быстрее. Одним из распространенных предраковых заболеваний является дисплазия шейки матки, который делится на три степени. Третья степень дисплазия шейки матки является истинным предраком. Следующим этапом уже является рак шейки. Значит, лечение дисплазии шейки матки мы проводим в нашем медицинском центре фотодинамической терапией. Первая и вторая стадии включают в себя фотодинамическую терапию. К третьей стадии лечения добавляется уже применение препарата Хеликсор для повышения противоонкологической защиты. К сожалению, в гинекологии онкологические заболевания протекают практически бессимптомно. И чтобы их выявить, женщинам необходимо регулярно посещать гинеколога, проходить медосмотры. Почему? Потому что переход в рак происходит стадийно от фоновых заболеваний до предраковых, от предраковых до рака. Наш медицинский центр занимается одной из распространенных заболеваний женских половых органов. Это кроуросвульвы. В Москве очень мало медицинских центров, которые занимаются этой проблемой. И мы занимаемся очень вплотную. У нас очень много пациентов, которые приходят к нам и достаточно хорошо лечатся. Аденома предстательной железы, хронический простатит, воспалительные заболевания мочеполовой системы у мужчин при несвоевременном лечении способны привести к развитию онкологических заболеваний мужской репродуктивной сферы, в том числе ракопредстательной железы. Многие из этих заболеваний являются фонами, а в некоторых случаях и предраковыми состояниями. В современной литературе имеются определенные критерии, стандарты лечения этих заболеваний, описано выше. Но поиск актуальных и эффективных методов лечения остается актуальной по сей день. В нашем медицинском центре мы используем биотерапевтические методы лечения, высокоэффективные и в то же время нетоксичные. К таким можно отнести фотодинамическую терапию, озонотерапию, комплексную пептидотерапию, амелотерапию, системную энзимотерапию, гомеопатические микробные вакцины. Благодаря таким биотерапевтическим подходам мы позволяем не только повысить качество уровня жизни пациента и снизить риски рецидива заболевания, но и отойти от оперативных вмешательств и повысить противоопухоли-иммунный надзор. Также важно отметить, что биотерапевтические методы, а именно в большинстве это фотодинамическая терапия, это метод выбор у пациентов пожилого, старческого возраста, пациентов сексуально активного возраста, которые заинтересованы сохранить как эрекцию, как эвакуляцию, и пациентам, которым противопоказаны оперативные вмешательства. К сожалению, большинство онкологических заболеваний с трудом подаются терапии, и стандартные методы лечения нередко приводят к нежелательным побочным эффектам. Сочетание фотодинамической терапии с другими методами позволяет успешно бороться с различными онкологическими болезнями на любом этапе. Фотодинамическая терапия – это уникальный, эффективный и безопасный метод лечения различных злокачественных новообразований, как наружной локализации, так и внутренней висцеральной локализации рака. Метод основан на сочетанном использовании фотосенсибилизатора, который повышает фоточувствительность опухолевых клеток к свету, и также лазерного излучения, который активирует и возбуждает данный вид фотосенсибилизатора. В нашем центре мы работаем с фотосенсибилизаторами последнего поколения. Это фотосенсибилизаторы ряда хлорина Е6. Уникальны тем, что они быстро накапливаются в опухолевой ткани. В течение 2-3 часов после внутривенного введения наблюдается их максимальная концентрация в опухолевой ткани. И также они быстро выводятся из организма в течение суток. После внутривенного введения или после местной аппликации геля с фотосенсибилизатором при подведении лазерного излучения происходит фотохимическая реакция, в результате которой образуется синглентный кислород. Он губительно действует на опухолевую ткань, приводя ее к резорпции. Современно медицинское оборудование для фотодинамической терапии с гибкой системой световодов и насадок позволяет подвести максимально близко лазерное излучение непосредственно к опухолевому очагу. Высокая квалификация и большой опыт врачей. Сочетание классических и авторских методов лечения позволяют решать самые сложные задачи в лечении различных онкологических заболеваний и достигать хороших результатов. Для нас неразрешимых ситуаций не бывает. И обратившись к нам, вы в этом убедитесь.